Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Услышали на федеральном уровне после вопроса алтайской журналистки Владимиру Путину в крае возбудили уголовное дело о халатности при прохождении отопительного сезона. Успеть до Нового года. Почему в Барнауле закрываются пункты вакцинации в торговых центрах? Более одного миллиарда человек на планете сегодня отметят католическое Рождество. Празднуют ли его в Барнауле? Уголовное дело о халатности при прохождении отопительного сезона возбудили в Алтайском крае. Напомним, в Локтевском районе уже почти два месяца ситуация по углю катастрофическая. Жители не могут купить топливо. А между тем, проблему дефицита и удорожание угля накануне обсудили на федеральном уровне на пресс-конференции президента страны. Подробнее расскажет Валентина Аскерова. Мы у соседей занимали мешок угля, у родственников. Не в нашем районе купили этот уголь. В наше время замерзать – это несерьезно. Перестройку не замерзали. Это что-то вообще мрак. Около месяца жители поселка Масальский не могли согреться в своих домах. Топлива в районе не было. Люди заказывались в других районах края. После огласки в СМИ ситуация немного изменилась. Небольшие партии начали поступать в район. Однако этого не хватает. Люди по-прежнему не могут купить тепло. Следственный комитет и прокуратура провели проверку. Результат – возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Граждане неоднократно жаловались на холод в домах. Однако органы власти своевременно не смогли решить вопрос по теплоснабжению. Кроме того, до настоящего времени жители района не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создает угрозу здоровью и благополучию граждан. Сейчас следователи выясняют причины срыва начала отопительного сезона в Локтевском районе. А между тем угольный вопрос был в центре внимания и на большой пресс-конференции Владимира Путина. Накануне на четвертом часу проведения пресс-конференции президента дали слово алтайской журналистке, главному редактору «Политепро» Александре Черданцевой, которая задала самый животрепещущий вопрос о значительном подорожании угля. Отопительный сезон у нас идет. Возник некий период, когда муниципалитеты говорили о том, что очень дорого покупать уголь. И отопительный сезон идет. Все вроде бы замечательно, но цены-то остаются высокими. И эти деньги где-то надо находить муниципалитетам. Значит, ну естественно. Вы знаете, у нас же для этого существуют субсидии. Субсидии – выход для населения, которые вынуждены сегодня покупать дорогостоящие топлива, чтобы согреться. Владимир Путин в ходе пресс-конференции обратил внимание муниципалитетов на то, чтобы те продумывали закупочные объемы угля. Чтобы такие перебои, когда уже приобретенное топливо закончилось, а новое купить не у кого, не повторялись. То, что уголь подорожал, это хорошо. Просто надо было своевременно реагировать на объемы закупок и на работу с компаниями. Уверяю вас, компании, которые получают хорошие доходы на экспорте, обеспечивают приличный уровень заработной платы своим работникам. Они наверняка пошли бы, если бы перед ними поставили вопрос своевременно о том, чтобы обеспечить и соответствующий уровень ценообразования для регионов, где, собственно говоря, и проживают их сотрудники. Поэтому это просто упущение. Упущение муниципалитетов и регионов. А между тем, накануне стало известно, что чиновники Алтайского Минпромэнерго рискуют лишиться кресел за срыва отопительного сезона на АТЭД Серового. Генеральный прокурор страны Дмитрий Демешин возмутился тем, что власти региона за два года не смогли принять никаких мер для устранения проблемы и отремонтировать тепловую электростанцию. Валентина Аскерова, День с толком. В Алтайском крае вынесли приговор по делу о гибели четырех человек из-за схода снега. Речь идет о трагедии, которая произошла в сельскохозяйственном кооперативе Заринского района. В феврале этого года председатель кооператива дал распоряжение главному инженеру создать бригаду по очистке снега на здании зернохранилища. Установлено, что мужчины чистили крышу без страховок. Ни о какой технике безопасности не было и речи. В итоге с кровли сошел снег, работники оказались под завалом, четверо из них погибли. Заринский районный суд назначил руководителю кооператива три года лишения свободы условно, а главный инженер получил реальный срок – два года и шесть месяцев. Оба нарушили требования охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Отметим, приговор суда не вступил в законную силу. Барнаульские депутаты пошли навстречу предпринимателям и несколько упростили их положение в следующем году. На заключительной в этом году заседании Гордумы народные избранники проголосовали за то, чтобы арендная плата для малого и среднего бизнеса осталась прежней. Каким предпринимателям повезет и какие еще важные решения были приняты – расскажем далее. На встречу бизнесу пошли депутаты на заключительной в этом году сессии Гордумы. Они приняли решение оставить арендную плату для малого и среднего бизнеса в 2022-м такой же, но не для всех. Не индексировать в 2022-м году ежемесячный размер платежей по договору аренды муниципального имущества, заключенной с субъектами малого и среднего предпринимательства и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим, налог на персональный доход. Исключение составят лишь объекты инженерной инфраструктуры. Выпадающие доходы бюджета оценили в миллион рублей за год. Рассмотрели депутаты и закон о местном самоуправлении, представители которого могут составлять протоколы. В этом вопросе не все были единодушны. Так у некоторых депутатов возник вопрос, почему в принимаемых ими законах нет работников сельских администраций. Коллизия какая возникает? Они все равно за все отвечают, но при этом полномочий мы им никаких не даем. Учитывая то, что жители на сегодняшний день юридически подкованы хорошо, и просто будут, извините за выражение, посылать. С 28 декабря счетную палату Барнаула возглавит новый председатель Ирина Анцупова. Сейчас акцент смещается все-таки на предварительный контроль и на контроль за эффективностью достигнутых результатов. Кроме того, депутаты приняли в собственность пять трамваев Татра Т-3, которые приехали к нам из Москвы. Эта процедура нужна, чтобы передать их затем в Бийск. Правда, не всем депутатам понравилось, что средства Барнаула потратили на другой муниципалитет. Тем не менее, обновление технопарка продолжается. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. В барнаульских торговых центрах закроются прививочные пункты. В Минздраве пояснили, что это связано с низким спросом. После того, как в регионе ввели систему QR-кодов, в среднем каждый день вакцинировалось по 10 тысяч человек. Сейчас же в будние дни в прививочные пункты обращается по 4 тысячи человек, выходные еще меньше. В связи с этим в Крайздраве приняли решение закрыть пункты вакцинации в торговых центрах «Весна» и «Геомаркет» уже с 31 декабря. А вот кабинеты вакцинации в поликлиниках продолжают работать, в том числе и во время новогодних праздников, за исключением трех дней – 1, 7 и 9 января. А тем временем в Алтайском крае продолжают исполнять новогодние мечты маленьких жителей. Все они оказались в непростых жизненных ситуациях, но их мечты исполнились. В этом мы убедились сами. Мы тут со Снегурочкой приехали тебя поздравить с Новым Годом. Ты ждал нас? Да. Ну вот и замечательно. Ну-ка, где у нас подарочки, Снегурочка? Держи. Давай. Покупающим тебя Новым Годом. Чтобы ты был здоров, чтобы всегда так же улыбался, веселился, как этот озорной тигренок. Лёше повезло не спать в тихий час. Встретить Деда Мороза и Снегурочку в больнице – настоящее чудо, которое устроили активисты Общероссийского народного фронта. Раньше для маленьких пациентов, которые проведут Новый Год в этих стенах, проводили конкурсы, приглашали аниматоров. Все это было до пандемии. Но и сейчас без сюрприза никто не останется. Сегодня дети проснутся, а их ждут подарки. Кстати, утром Дед Мороз и Снегурочка уже успели поздравить еще одного необычного и талантливого мальчика. Вы знаете, буквально то, что мы сегодня ездили, поздравляли семью, где есть ребенок ДЦП, самое главное, что для меня осталось, казалось бы, родителям трудно, сложно, но там такой позитив, такое желание жизни. Мы, понимая, насколько родителям тяжело, просто хочется этим людям что-то сделать доброе. И действительно, вот ребятишки, даже знаете, не так как понятно, мы пришли с подарками, но была вот реакция, эмоции были на Деда Мороза со Снегуркой. Понятно, подарок, они его потом откроют, но вот это первое, это второстепенно. А первая реакция, это вот этот образ Деда Мороза со Снегуркой, который у всех у нас с детства ассоциируется с каким-то чудом, с волшебством. Даже когда тебе уже 16 лет. Это Ксения Ипатова. Ее мечту исполнил Виктор Томенко. Девочка загадала билет в театр. Вместе с губернатором Ксюша посмотрела спектакль в театре «Кукол. Сказка». Здравствуйте. Хотела с вами познакомиться. Кукла, да, да. Еще одна мечта Ксюши – попасть в закулисье. Дело в том, что девочка, несмотря на проблемы со слухом, участвует в школьных спектаклях и солирует в коллективе жестового пения. Ксюшу познакомили с персонажами сказки и показали, как устроена сцена. Здесь тоже загорается свет в тониках во всех. Как будто бы кто-то там живет. Какие-то маленькие человечки. Исполнять мечты маленьких жителей края помогают депутаты и волонтеры. Так дошел Дед Мороз и до Амины Розиковой. Дед Мороз! Приходи, скажи, заходи! Заходи! Целую неделю ребенок жил в ожидании этого момента. Девочка написала письмо волшебнику с просьбой подарить куклу-русалку с ребенком. Желание Амины исполнил депутат Госдумы Александр Прокопьев. В городе Барнаул живет девочка по имени Амина Розикова. Ей пять лет. Она мечтает о кукле. Поэтому, я думаю, пятилетнему ребенку будет правильно получить эти подарки из рук Деда Мороза. Сегодня эта маленькая принцесса в центре внимания. Она поет и танцует. А ведь когда-то врачи вынесли приговор. Амина будет лежать всю жизнь. То, что сейчас мы видим – результат родительской любви. С полтора года у него начались руки закрываться, ножки закрываться. Но мы вот лечение, лечение. Но сейчас все открывает, игрушку берет. Но стакан чая пьет маленькую. Большой еще силы нет, а маленькую берет уже. Когда ты видишь, что ребенок не ходит, а другие ходят. Хочется, чтобы свой ребенок ходил. И стараешься этого делать, чтобы в дальнейшем она не нуждалась в такой помощи, чтобы ее ходили, помогали. Чтобы она все сама делала. Семья Амина мечтает, что через два года она пойдет в школу своими ногами. И мы вместе с ними верим, что любовь, которую они окружили девочку, совершит настоящее чудо. Пусть все надежды и мечты сбудутся. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Молитвы, рождественские блюда, песни 25 декабря. Католики отмечают один из главных праздников в году. Накануне Рождества София Яценко побывала в гостях у многодетной семьи из Польши, которая четвертый год подряд помогает Барнаульской католической церкви. Без чего не обходится ни один рождественский праздник. Смотрите далее. Веселые праздничные песни на польском под живую музыку. Многодетная семья с нетерпением ждет один из главных дней в году – католическое Рождество. В этом году они будут молиться и готовить традиционные праздничные блюда в Барнауле. Мы могли быть в Франции, в Африке, везде. Просто нам как-то избрали нас. Это причина тоже языка, что нам легче выучиться русского языка, чем примерно китайского. Из Польши в Барнаул переехали четыре года назад по распределению на помощь местной католической церкви. По словам католиков, здесь гораздо больше людей, которым нужна помощь. Проблем, что многие люди вообще не знают Господа Бога, да? И поэтому как бы церковь видит, что это проблем, что человек страдает сильно, да? Потому что каждый ищет, ищет любви. А на конец один, который является любовью, это Господь, да? Если человек об этом не знает, он искает, мы видим, особенно в России, как много страдают люди, и упадают, и алкоголь, и наркомания, и все такое, да? Здесь, говорят католики, мало по-настоящему верующих людей на родине, пока гораздо больше. Кроме того, готовиться ко дню рождения Иисуса в краевой столице тоже непросто. Тяжело найти продукты на праздничные блюда. Грибная зуба, борщ с ушками, а ушка как по-русскому? Это пельмени, пельмени с грибами, рыба, капуста с фасолой, кутья, где я не мог здесь покупать этого мака, очень трудно было найти. Кроме праздничного ужина, они читают молитвы, слушают Евангелие и готовят музыкальные выступления. Еще одна традиция католиков – тематическая постановка. Специально к Рождеству каждому из детей шьют костюмы. Семья признается, в Барнауле жить тяжело, зимы холодные, а летом много комаров. Но о том, что пришлось оставить дом, работу и родных в Польше, не жалеют. Говорят, так распорядился Всевышний, а значит, так надо. София Ценка, Андрей Печоркин, День с толком. Этого ждали 10 лет. Училище Олимпийского резерва приобрело «Ратрак». Это снегоуплотнительная техника для подготовки лыжных трасс. Теперь качество лыжни станет на порядок выше. Приобрели его по программе «Поддержка и развитие материально-технической базы» училища. Во сколько обошлась новая техника и так ли она необходима, расскажет Дмитрий Дроздов. Лыжники, биатлонисты, тренерский корпус и администрация училища Олимпийского резерва нарадоваться не могут новому «Ратраку». Или как его официально называют «Питстенбули-100». Прибыл в Барнаул прямиком из Германии. Его цена для многих может показаться космической – 18 миллионов рублей. Но, как утверждает в училище, оно того стоит. Без такой техники сейчас профессионально подготовить лыжника и биатлониста высокого класса просто невозможно. Техника поставляется этой фирмой во все регионы мира. Обслуживают и биатлонные комплексы, и горнолыжные трассы и так далее. Очень надежная в обслуживании, в управлении, качественно сделана. До этого лыжную трассу прикатывали с помощью снегохода «Буран». Приходилось проходить ее несколько раз с помощью нескольких насадок. Занимало это почти всю ночь. С новой техникой час-два. Ратрак за собой оставляет своеобразное ребристое покрытие. По нему лыжники скользят, как по подушке. Когда неподготовленные трассы, во-первых, невозможно поставить технику. И очень быстро устаешь. После часовой работы по обыкновенным трассам, неприготовленным, уже тошнит, грубо говоря. И от этой тренировки хочется с нее сбежать. А после того, приготовленной аэротраком, ну, очень интересно же кататься по трассам. И двухчасовая тренировка, она проходит с удовольствием. Пока техника ночует на улице, но совсем скоро для нее сделают гараж. Ратрак оборудован дизельным двигателем с предпусковым электроподогревателем. Так что с запуском проблем не будет даже в морозы. А пробовать новую трассу лыжники смогут уже в ближайшее время на соревнованиях. Дмитрий Дроздов, Андрей Печеркин. День с толком. День с толком.